МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому мнению, чем она на сегодняшний день актуальна? Вообще, какие мероприятия в эти дни проводятся и проводятся ли? Ну, должен сказать, что для нас это, ну, наверное, не совсем актуально, потому что мы проводим не неделю толерантности, а год толерантности, и не первый, и, надеюсь, не последний. Специально мы не готовимся, это наша каждодневная работа – заниматься тем, чтобы люди разных национальностей лучше узнали друг друга и жили в мире согласия. Получается? Не хотелось бы приводить, да, впрочем, и не знаю, сводки криминальные, но думаю, что на нашей рязанской земле уже столетиями, не меньше, люди разных национальностей живут в мире согласия. В дружбе и понимании. В дружбе и понимании. Ну, вы сказали, что это каждодневная работа и каждодневный труд. Можно немного подробнее, какая всё-таки работа? Ну, вы знаете, главная задача, чтобы не обижаться на другого, чтобы быть толерантным, понимать, надо лучше человека узнать. И всё делается для этого. Причём, ну, например, основные дозы информации человек получает в школе, и если он пойдёт потом учиться в высшем учебном заведении. Ну, в школах своя работа. Там преподаются основы религии. В некоторых рязанских школах создаются центры, в которых детям даётся возможность лучше узнать друг друга, подготовить самим какой-то номер художественной самодеятельности, другой национальности, чтобы побывать внутри, как бы её прочувствовать. А в институте, наверное, люди уже повыше, побольше. И немножко другое. Вот, например, педагогический институт, университет, несколько месяцев назад провёл большое всероссийское мероприятие под названием «Многонациональная Россия». На него приехало представители более половины регионов и около 80 национальностей. И молодёжь, наша современная молодёжь, это те люди, которые через несколько лет возьмут на себя ответственность за нашу страну. Обсуждал вот эти вопросы. И вы знаете, были приглашены представители различных религий. Я представлял иудаизм. Другие приглашённые представляли ислам, христианство, православие. Мы помогали ребятам добраться до сути, до истинных взаимоотношений человеческих, межнациональных, межконфессиональных. И в какой-то момент времени мы вдруг поняли, что мы им не очень-то нужны. Они достаточно образованы, чтобы понять самим, что надо делать, чтобы дальше наша жизнь была лучше, спокойнее и приятнее. Но у нас просто стоит даже отметить, что и РГУ, и Медуниверситет Рязанский, они просто много национальные вузы сами по себе. Вы знаете, последнее мероприятие, которое было вот сейчас буквально, наверное, перед Новым годом, это студенческое мероприятие, которое проходило во Дворце молодёжи. Там собрались вообще все, кто только есть в Рязани. Каждого попросили принести, то есть эти образцы своих блюд, каких-то национальных костюмах, были в национальных костюмах, всё. И люди ходили и пробовали еду друг друга, фотографировались друг с другом, радовались. Потом был совершенно прекрасный, наверное, более чем двухчасовой концерт, во время которого сидящие в зале аплодировали всем. Вот такие мероприятия, не обязательно их надо проводить каждый месяц, или даже каждую неделю. Впечатлений хватит на год, но они ясно и чётко показывают. Показывают не только тем, кто здесь живёт, но и окружающему миру. Ребята, у нас всё хорошо. Все ваши попытки нарушить вот этот ход течения событий, помешать, они ни к чему не приведут. Замечательно. Но вы сказали, основная цель – узнать друг друга лучше, подружиться. Ну, наверное, стоит организовать какой-то грамотный подход для этого, какой-то досуг. Досуг может быть и от просмотра кинофильмов, которые телепередач. Ну, сейчас, скажем, это не так актуально, потому что интернет даёт людям возможность всё сделать. А вот, например, такая категория, как спорт, она без личного участия невозможна. И вот, буквально некоторое время назад мы собирались в Комитете по физико-культуре и спорту администрации города Рязани, обсуждали, что можно сделать для этого, наметили план работ, и под чутким руководством, руководство Комитета по спорту, надеюсь, что уже в этом году пройдут несколько соревнований, в котором будут принимать участие национальные команды, молодёжные. Хотя, впрочем, мы подумали, что и для среднего, и старшего поколения тоже найдутся доступные виды спорта. Причём здесь главное не тот, кто победил. Главное, как в Олимпийских играх, участие. Попало уже хорошо. Да. Это очень здорово и действительно очень полезно. Тут нельзя отрицать, всё-таки ещё какая-то дополнительная работа, какие-то общеградские мероприятия, какие-то концерты, они же у вас проходят. Это, конечно, регулярная сна. Вы знаете, традиционно в Доме общественных организаций национальные организации Рязани проводят свои, ну, скажем так, знаковые мероприятия. Потому что у каждой нации и народности есть свои национальные праздники, есть те, которые поглавнее, есть те, которые, как так, рядовые. И люди разных национальностей уже привыкли к тому, что если мы посмотрим, то практически каждый месяц в Доме общественных организаций проводятся такие мероприятия, которые привлекают достаточно большое количество людей. Согласитесь, что человеку, который живёт в Рязани, ну, русский, подавляющее большинство населения, прийти и посмотреть, как проводится еврейский праздник, узбекский праздник, туркменский праздник, посмотреть на песни, посмотреть книги, газеты, пообщаться с людьми. Это достаточно интересно. Причём, повторюсь, не обязательно это делать вот каждую неделю, каждый месяц. Это просто должно быть в постоянном движении. Это должно быть нормальным. Нормальным. Совершенно нормальным. Почему я, возвращаясь к началу нашего разговора, сказал, что у кого-то неделя, а у нас постоянное движение толерантности. Вот в вашей организации в частности налажено ли взаимодействие с региональными и городскими властями? Они вас как-то поддерживают? Ну, вы знаете, слово поддерживает, оно не совсем... Уместно. Уместно. Мы работаем в постоянных взаимоотношениях. Здесь информационный, организационный поток, он идёт в обе стороны. Бывают случаи, когда и мы оказываем помощь администрации, если она, например, вот все прекрасно помнят, что всё лето, тёплое время года, на улице Подбирска были мероприятия. Был праздник хлеба, была возможность попробовать еврейскому отцу. Были возможности во время других праздников услышать и еврейские песни. И даже в один из моментов такой ансамбль под условным названием «Все свои» пел популярные песни, а в составе этого ансамбля выступали белорус, узбек, русский, туркмен, еврей. Никто не задавался вопросом, почему вот эти люди в национальных костюмах поют вместе русские песни. Это, наоборот, воспринималось как вот овеществлённое проявление толерантности. Вот здесь вот, в центре России, в исконно русском городе, мы живём в мире и дружбе. Какое-то пожелание, возможно, хотелось бы услышать от вас. Наверное, пожелание быть добрее друг к другу. Ну, во-первых, быть добрее, а во-вторых, повторюсь, то, что я сказал чуть раньше, все должны помнить, что ни у кого не получится нарушить вот этот наш мир и согласие, в котором мы живём в городе Рязани. И как сказал кто-то, сейчас уж не помню, Рязань должна быть городом удобным для жизни во всех смыслах этого слова. И мы всё делаем для того, чтобы так и было. Ещё раз спасибо, что пришли к нам в гости. Я была рада вас видеть лично в нашей студии. Ну, а зрителям хочется действительно пожелать побольше добра вокруг вас и добра в ваших семьях. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова